Вы думали это шутка? Нет, это правда. Меня зовут Дмитрий Рогачёв, всем привет и в деловом центре Москва-Сити действительно переименовали большинство станций метро, МЦК и МЦД. И сегодня мы с вами разберёмся, что же действительно изменилось и изучим всю историю наименований этих станций, чтобы вам было чётко, ясно и понятно. Конечно же, всё это закладывалось давным-давно. Все станции появились в фундаменте в качестве монолитных объектов много-много лет назад, но самые первые сюда должны были запустить мини-метро от Киевской. Однако, по факту, получилось обычное ответвление от станции метро Киевской и Филёвской линии в сторону делового центра. И сейчас вы видите, что местами на некоторых указателях уже показывается новое название Москва-Сити, а где-то ещё старое, выставочное и международное. Но это принципиальной разницы для нас с вами не имеет. Пассажиры именно здесь, на этой станции, садились на поезда и отправлялись в сторону станции Деловой Центр. Именно так называлась первая станция, открытая во всём комплексе. Именно отсюда пошли первые пассажиры по своим первым небоскребам. А потом, спустя некоторое время, мой зритель Эсполитаев, работавший в стройземотделе Пресненской управы, получил рассылку с поручением подготовить предложение на очередное заседание комиссии по наименованиям. Речь шла в том числе о безымянном проезде около экспоцентра и переименовании станции метро Деловой Центр Филёвской линии, потому что начальство так хотело. Он предложил название «Выставочный проезд» и «Станция метро Выставочная». Потом всё забыли, а через несколько месяцев утвердили. Так, станция Деловой Центр, по которой мы с вами сейчас идём, стала выставочной. И сейчас, спустя 15 лет, она снова становится Деловым Центром. Спасибо огромное моим зрителям за то, что периодически пишут в комментариях такие интересные новости, и я могу на основе этого материала добавлять свои видео. А также спасибо всем за лайки и подписки, потому что благодаря вам ещё больше людей узнаёт о таком контенте. Ну а мы с вами сейчас продолжаем движение по станции «Выставочная», которая переименована теперь в Деловой Центр. Опять. В течение 15 лет она носила название «Выставочная», но тут стоит вот что отметить. Вы можете сказать, сейчас не везде перезаписаны автоинформаторы, некоторые указатели до сих пор не заменили. В 2008 году официальный документ, согласно информации в интернете, был подписан 3 июня, а все указатели и таблички, новые на новом месте, появились лишь 1 июня 2009 года. То есть тогда целый год фактически меняли все указатели. Ну а сейчас мы с вами надеемся, что всё это произойдёт гораздо быстрее. Так что на этом видео вы увидите и старые названия, и новые. Где-то уже поменяли, а где-то пока ещё нет. В чём причина переименования Делового Центра в «Выставочную» и обратно? Дело в том, что в разные годы и в разных местах в Москве была традиция то называть объекты одинаково, то по-разному. Так есть три киевских, но, например, Калужская и Воронцовская, есть две новаторских, а были Деловой Центр и Выставочная. Потому что тогда считалось, что в этом месте станции нужно называть по-разному, чтобы люди не путались. Однако получилась ситуация, что две станции Деловой Центр и одна Выставочная фактически были идеальной пересадкой. Вы поднимаетесь на эскалаторе на общее единое пространство и на соседнем эскалаторе спускаетесь вниз. Когда отсюда, с этого пути слева, поезда поехали в сторону станции Парк Победы, открылась Солнцевская линия и появилась пересадка Выставочная Деловой Центр. Считалось, что таким образом пассажиры не будут путаться. Потом открылась соседняя станция Деловой Центр, которая сейчас имеет отношение к Большой Кольцевой линии, а в перспективе будет иметь отношение к Рублево-Архангельской. Но самое главное, для понимания, это единый пересадочный узел, где Вам не нужно проходить через турникеты, гулять в подвалах башен и в целом путаться с тем, что где находится. И в перспективе здесь же будет большее количество пассажиров, потому что все это будет продляться в сторону центра, но это будет очень и очень не скоро. И теперь, когда Вы будете спускаться на нижний уровень всего этого комплекса, Вы будете смотреть только на номера линий. Либо 4А, либо 8А, либо 11А и в перспективе 16. Кроме того, я заметил, что местами стало появляться большее количество навигации с названиями башен. У каждой башни и у каждого строения во всем комплексе Москва-Сити есть свое обозначение буквами. Оно на самом деле не новое, но главная проблема в навигации в Деловом Центре это недостаточное количество таких указателей. Вы видите, что здесь огромное количество колонн, поэтому я очень надеюсь, что в ближайшие годы вместе с появлением нового количества информации и новыми распечатками различных изображений, которые вешаются на колоннах, появится больше указателей именно с названиями башен. Возможно, их стоит делать большими, вешать под потолком с яркими четкими указателями, но это уже не проблема, мы с вами разберемся с этим как-нибудь в другой раз. Ну а сейчас мы с вами перемещаемся на другую станцию Деловой Центр, зеленую, которая открылась на Московском Центральном Кольце и была известна всем именно благодаря своему зеленому оформлению. Вот она. Наверняка вы видели множество смешных фотографий, что здесь баланс зеленого нужно поправлять и все остальное, но в целом станция выглядит действительно так из-за такого оформления стен и потолка. И самое любопытное, что сейчас эту станцию Деловой Центр переименовали в Москва-Сити, а много лет назад, до появления Московского Центрального Кольца, проектное название этого остановочного пункта было Сити. Так что кто-то когда-то понимал, что именно название Сити будет использоваться в этом месте. Сейчас наименование Москва-Сити для того, чтобы это было гораздо более понятно и более звучащее, более узнаваемое название для людей было на карте, но нужно понимать, мы снова вернулись к старому названию, хоть оно и ни дня не висело на этой станции. Такое же название Москва-Сити получила станция метро Международная. Исторически это вторая станция в самом комплексе Москва-Сити, потому что поезда, которые приходили на Деловой Центр выставочную, шли на Международную и оборачивались даже в то время, когда она была еще не достроена. Главная идея станции Международная, это связь некоторых башен с большим пересадочным узлом на железной дороге, который получился чуть позже с открытием Московского Центрального Кольца и Московских Центральных Диаметров. Здесь можно заметить, что на путевых стенах уже сняли старые названия, возможно новые названия уже готовы, их просто не привезли, пока еще не повесили, но в момент моих съемок можно было заметить, что именно здесь было самое большое количество активности с информированием, с сотрудником, который был на станции, и в целом большая часть лайтбоксов уже была с новым названием и указанием на пересадку на 14-ю линию Московское Центральное Кольцо и Д4, бывшую тестовскую, как Москва-Сити. Сама пересадка сейчас выглядит удобно, хоть она и длинненькая, но тут стоит понимать, что в отличие от всего пересадочного узла Деловой Центр, пересадка между бывшими станцией метро Международная, станцией МЦК Деловой Центр и станцией Тестовской 4-го диаметра, это все-таки разные объекты, которые в разные годы по-разному пристраивались к одному большому свободному пространству под мостом Третьего Транспортного Кольца и в окрестностях. Часть путей идет параллельно друг к другу, часть коридоров идут в разных уровнях, и даже после этих съемок был открыт еще один выход всего этого пересадочного узла для тех, кто живет в небоскребах неподалеку от Москвы-Сити. Ну а мы с вами сейчас поднимаемся на станцию 4-го диаметра, которая фактически стала лицом пересадки. Самые первые объявления и самые первые новые таблички с новым названием стали появляться именно здесь. Уже в первый день, когда люди, казалось бы, воспринимали это как шутку, здесь сотрудники уже перевешивали все указатели, поэтому мы уверенно заходим на станцию Москва-Сити Д4, обращаем внимание на то, как аккуратно сотрудники перед приездом начальства вешают табличку Московский городской вокзал, и видим, что здесь везде поголовно уже Москва-Сити. И даже машинист в электричке, на которой я отсюда уехал, тоже говорил Москва-Сити. Но и это еще не все. Станция 1-го диаметра Тестовская, которая носила такое название много-много лет, сейчас перенесена на некоторое расстояние от самого комплекса, потому что на ее старом местоположении ведутся строительные работы по пересадке на другой диаметр, на метро, по подземному переходу, и сейчас временно станция 1-го диаметра Тестовская остается со старым названием, но подписана именно Тестовская Москва-Сити. Почему так? Как только ее полностью отремонтируют и остановку поездов вернут на старое место, она тоже будет Москва-Сити. И когда вы будете приезжать и говорить своим знакомым, давай встретимся на станции Москва-Сити, теперь у вас будет необходимость объяснять 4 станции, на какой конкретно вы встречаетесь, а если это станция с боковыми платформами, то еще и объяснять на какой платформе. Впрочем, без какого-то забавного момента я вас тоже не оставлю. Это спуск со станции Москва-Сити Московского Центрального Кольца. Здесь указатели на международную и Тестовскую еще не поменяли, а вот на общих схемах, которые уже новые, написали вместо кириллицы латиницей Москва-Сити. До встречи в следующих видео. Пока.